Добрый день, дорогие друзья! Из нового выпуска iXBT NewsDigest вы узнаете о стильных китайских смартфонах, электронном окне с функциональностью будильника, а ручки, способные писать на любой поверхности, а также об одноразовой клавиатуре для посетителей ресторанов быстрого питания. Компания Elephone представила смартфоны S2 и S2 Plus. Известно, что первое устройство будет оснащено 5-дюймовым экраном, а больше – дисплеем диагональю 5,5 дюйма. Смартфоны получат платформы Mediatek MT6735, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ флэш-памяти, а также 13-мегапиксельные камеры. Решения смогут похвастаться стеклом, прикрывающим тыльную сторону аппаратов, а также металлической рамкой. При этом цена смартфонов Elephone S2 и S2 Plus составит всего 160 и 170 долларов соответственно. На фоне этого операционная система Android 5.1 смотрится еще более интересно. Были представлены смартфоны Oppo R7 и Oppo R7 Plus. Устройства построены на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 615 с восьмиядерным 64-разрядным процессором, работающим на частоте 1,5 ГГц, в распоряжении которого находится 3 ГБ оперативной памяти. Объем флэш-памяти в случае Oppo R7 равен 16 ГБ, а в случае Oppo R7 Plus – 32 ГБ. У каждой модели есть слот microSD. Оба смартфона оснащены дисплеями типа AMOLED разрешением Full HD, но у младшей размер экрана по диагонали равен 5 дюймам, а у старшей – 6. Оснащение смартфонов включает камеры разрешением 13 и 8 Мп. Отличительной чертой Oppo R7 Plus в этой части является дактилоскопический датчик. Питание Oppo R7 Plus обеспечивает аккумулятор емкостью 4100 мАч. Емкость аккумулятора Oppo R7 равна 2320 мАч. Важным достоинством является быстрая зарядка. Всего за 5 минут аккумуляторы заряжаются до уровня, обеспечивающего 2 часа работы в режиме разговора. Цена Oppo R7 примерно равна 400 долларов. Oppo R7 Plus – 480 долларов. Продажи в Китае уже стартовали, в других странах начнутся в середине июня. На сайте Kickstarter начался сбор средств на устройство, которое его создатели назвали Atmov Window. По сути, это 27-дюймовый жидкокристаллический дисплей Full HD с антибликовым покрытием, в который встроен микрокомпьютер. Изделие оснащено датчиками освещенности и приближения, что позволяет учитывать время суток и взаимодействовать с пользователем. Кроме того, в окно встроен громкоговоритель и модуль беспроводной связи Wi-Fi. Наличие беспроводного подключения позволяет управлять Atmov Window с помощью смартфона или планшета, а также просматривать потоковое вещание. Устройство способно показывать статичные картинки, автоматически сменяя их, показывать анимацию и видео, выводить поверх изображения показания часов, прогноз погоды и другие данные, а также работать будильником. Питается устройство от электросети. Запланирован выпуск четырех вариантов, различающихся цветом рамки. Получить Atmov Window можно за 400 долларов. Отгрузку готовых окон планируется начать в марте будущего года. На сайте Kickstarter успешно продвигается сбор средств на выпуск устройства ввода Free, похожего на авторучку и способного писать на любой поверхности. Free позволяет делать записи и рисунки, которые можно просмотреть на смартфоне, планшете, ноутбуке, даже телевизоре. Главное, чтобы устройство было оснащено интерфейсом Bluetooth. С точки зрения ПО, ручка Free совместима с Office, OneNote, Evernote, Google Handwriting Keyboard, Viber и другими приложениями. Для точного отслеживания перемещений используется запатентованный датчик, по сути, представляющий собой миниатюрный лазерный интерферометр. Небольшой сенсорный экран OLED, встроенный в Free, позволяет управлять пером, а также просматривать текстовые сообщения, полученные смартфоном. Кроме того, Free может играть роль беспроводной гарнитуры или мыши. Сейчас Free можно приобрести за 168 долларов. Известная международная сеть заведений общественного питания KFC придумала способ облегчить жизнь своим посетителям, которые не могут отложить смартфон или планшет на время обеда. Германское отделение KFC стало предоставлять клиентам одноразовые Bluetooth-клавиатуры. Клавиатуру можно подключить своему смартфону или планшету, избавив устройство от жирных разводов. Что касается одноразовости решения, в теории клавиатуру можно протереть и использовать снова. Но, как сообщает источник, за время тестирования новой услуги, а это была пробная тестовая акция, очень многие посетители просто напросто забрали клавиатуры с собой. Это были самые интересные новости прошлой недели. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш канал.